17 несчастных случаев. Статистика происшествий на производстве по итогам 9 месяцев текущего года. И, к сожалению, это больше на 17%, чем за аналогичный период 22-го. Традиционно проблемными отстаются сферы строительства, промышленности, транспорта. Причин много, но одной из основных по-прежнему является человеческий фактор. Человеческий фактор тоже немаловажен, потому что у нас есть 5 случаев падения с высоты собственного роста. То есть человек шел, споткнулся, не заметил какое-то препятствие. Есть такие случаи. Есть случаи, скажем так, нарушения инструкции по охране труда. Это тоже есть нарушения со стороны нанимателя. Поэтому комплексные тут у нас проблемы. По факту и конкретно. Каждый отдельный случай детально изучается, чтобы получить полную картину произошедшего и на будущее предупредить аналогичные ситуации, как, например, травмирование работника на предприятии «Анрекс». К счастью, все закончилось благополучно, но меры руководства должно было предпринять. Это их зона ответственности. Работник кромкооблицовочного станка перелез через ограждение на кромкооблицовочной линии и проводил мероприятие по очистке разворотного узла непосредственно в этой линии. Ну, что категорически запрещается. Там действительно остановку не остановили. Он не остановил его. Перелез через ограждение, которое не позволяло ему туда попасть. И проводил эти свои мероприятия. Путем, чего захватило его руку в этот конус разворотный и произошла проведущая травма. Связались мы с ним. Я лично связался с ПТПшем. 20-го числа он идет к врачу. Ему закрывают больничной. Рука уже двигает. Он разрабатывает руку. Потому что была сделана операция. Из повреждений там единственное только, что были раздроблены кости. Сухожилия целые. Рука работоспособна. Работа на предупреждение несчастных случаев на производстве должна быть поставлена во главу угла. Созданная при городском исполнительном комитете мобильная группа активно проводит мониторинги предприятий областного центра. Оставляет рекомендации для устранения замеченных нарушений, на основании которых после проводятся повторные посещения. И этих замечаний на данный момент представители мобильных группы охраны труда оставили свыше трех тысяч. А это значит, что столько же нарушений охраны труда было обнаружено. Предпринимаем мы определенные меры. Значит, работают у нас и выездные мобильные группы. В этом году мы 94 выезда сделали. Значит, 196 предприятий подверглись у нас мониторингу. И более трех тысяч нарушений. Мы нашли выданные рекомендации. На сегодняшний день предприятия устраняют все выявленные нарушения. И работа будет проводиться и в дальнейшем. Значит, и проблема будет устраняться. Деятельность мобильных групп будет продолжена. В списке до конца года более десятка предприятий для посещения. Однако, не только контроль со стороны должен быть определяющим для организации деятельности. В первую очередь, ответственность за своих работников несут их непосредственные руководители, а также сами специалисты. Только понимая это, можно добиться нужных результатов.